Путин наш президент. Если такой хэштег ввести в поиск инстаграм, то можно увидеть миллионы лиц, от вида которых глаза в прямом смысле слова округляются. Привет, привет, мои дорогие. Это Вести без Киселева, совместный проект Ермак Медиа и реальной журналистики. С вами Юля и мы начинаем. Итак, знаменитый флешмоб в поддержку своего президента продолжился и на этой неделе. Я напомню, одним из первых нарушителей общественного порядка стал екатеринбургский Симоленд, снявший уже два, как они говорят, патриотичных клипа. И все бы ничего, но тут выяснилось несколько обстоятельств. Во-первых, сотрудники компании не знали, для чего их вывели в собственный выходной день. Об этом рассказала участница акции. Внимание, цитата. На мои слова, что я не любитель и не хочу участвовать в том, о чем даже не знаю, мне сказали, идем в приказном порядке. Портал Е1 пишет, что за отказ выйти на смену в Симоленде штрафуют от 1000 до 5000 рублей. Друзья, вот интересно, а почему на акции не было ОМОНа с запотевшим забралом ни одного арестованного, ну или искалеченного спецсредством? Ведь это же не согласованная акция с привлечением ни одной тысячи людей и без соблюдения дистанции. Видимо, двойные стандарты все-таки действуют. Кремль, конечно же, поспешил отречься от причастности к массовой акции, а вот неравнодушные СМИ обратились в областной оперштаб с вопросом, а это нормально? За что и были посланы в полицию. После анализа видео продавца китайских товаров все-таки решили привлечь к ответственности. Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев вынес Симоленду предупреждение. Предупреждение, друзья, и в этом вся суть. Помните, в одной из прошлых программ я говорила, что если на январских митингах не было бы ОМОНа, горожане бы мирно прошлись по улицам города, а зачинщик мероприятия получил бы предупреждение? Но нет, кому-то же нужны были провокации с задержаниями и издевательствами, и это были точно не мирные жители. Пример тому Симоленд. Нет на массовой акции блюстителей общественного порядка в России порядок. Есть блюстители общественного порядка, в России слезы, кровь и запотевшая забрала. На сегодняшний день подобные акции прошли в Сибири, Подмосковье, Центральной России и та же на Кавказе. Видео с хэштегом «Путин наш президент» достигло 43 тысяч публикаций в Инстаграм. Так что утихать народное движение, похоже, не собирается. Если верить интернет-ресурсу открытые медиа, Единая Россия еще на прошлой неделе выслала во все свои региональные отделения методички с требованием к видеороликам. И несмотря на то, что единороссы в этом не признаются, все акции как один похожи друг на друга. На это обратил внимание и московский штаб Алексея Навального. Уже сегодня команда штаба требует от МВД привлечь всех участников акции «Путин наш президент» к уголовной ответственности по санитарной статье. Вот только выйдет ли что-то из этого? Ведь совесть – это самый ходовой товар, который продается моментально. Не там ты, Коля, деньги берешь. Их обычно из других мест достают. Как, например, представитель Единой России господин Хорошавин. А ты все сам, все сам. На этой неделе стало известно, что коммунист Николай Бондаренко оказывается коррупционер. И в коррупции его уличил никто иной, как сам единоросс. За что, наверное, получил грамоту и благодарственное письмо. Теперь депутаты Саратовской областной думы могут лишить мандата и привлечь к уголовной ответственности. А все дело в поступлении доходов на канале «Дневник депутата» на YouTube. Вы даже не представляете, насколько это низкие поступления. И со взяткой того же Хорошавина этот доход и близко, даже рядом не стоял. Но члены региональной Единой России считают деятельность Бондаренко незаконным обогащением и требует привлечь его к ответственности по всей строгости закона. Я хочу обратить ваше внимание, что в своей программе Бондаренко не поет частушки и не отбивает чечетку. Он рассказывает нам, с вами, о реалиях современного режима. И кому-то это очень не нравится. И все происходящее немного напоминает зачистку политического поля от всякого рода оппозиции перед предстоящими выборами. Ведь ранее Бондаренко заявил, что готов баллотироваться на выборы в Госдуму и противостоять самому сильному кандидату, даже если это будет спикер Госдумы Вячеслав Володин. А шансы, как мы понимаем, у Бондаренко есть. Крутим в голове идею умного голосования. Именно после этого заявления коммуниста, глава комиссии по доходам Саратовской областной думы Единоросс Антонов собрал заседание антикоррупционной комиссии, на котором и поднял вопрос о доходах Бондаренко. И после этого можно сколько угодно говорить о том, что Бондаренко не прав, но высвечивать пороки значимых фигур оппозиции именно перед выборами это почему-то естественный процесс для правящей партии. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но в стране, где запрещены любые собрания народа, где встречи с депутатами приравниваются к митингу и могут закончиться арестом. Я искренне не вижу больше способов предоставить народу отчет о проделанной работе. А обращу ваше внимание, что депутату не запрещается снимать видео или выкладывать их со своими комментариями в интернет. Монетизирует это видео сам YouTube, а донаты каналу это личное волеизъявление зрителя. Тогда как можно наказывать за то, что не имеет обратной силы? Ну, то есть кнопки «вернуть все пожертвования обратно дарителям» на YouTube нет. А как доносить информацию по-другому? Голубиной почты? Звоном в колокола? Да и глашатаев никто не отменял. Видимо, вернуться к этому предлагают нам принимаемые властью антинародные законы. Но я бы на месте Антонова не радовалась. Бондаренко фигура заметная, на его канале уже более 1 миллиона 200 тысяч подписчиков. Резонанс в сети по поводу коррупции уверенно удвоит эту цифру минимум раза в два. Улавливаете, к чему я? Да к тому, что если Бондаренко лишится своего депутатского кресла, он займет освободившееся кресло оппозиционера в блогинге. И вот тогда возникнет вопрос, а на каком стуле коммунист был бы безопасней для власти? Но, к сожалению, будет уже поздно. У кого комната грязи, а у кого кабинет плесени? На этой неделе свой ответ расследованию ФБК предоставила «Россия-1». В программе «Киселевских вестей» пациенту без фамилии, без родины и без племени посвятили целый час на федеральном канале. Просторная гостиная, два дивана, телевизор, на столе свежие фрукты. Есть своя кухня с кофемашиной, набором голландского чая и подарочной бутылкой местного вина. Раз уж во всех сказках про злых султанов всегда смотрят на то, какой у правителя туалет, могу вам сказать, здесь он не золотой. Похоже, честно говоря, больше на унитаз из вагона поезда. Ёршик на месте, блестит. По всем законам жанра есть джакузи. Внешне похоже на обычную ванну, но стоит нажать на кнопку, как начинается аквадискотека. А если сказать словами журналистки, как все начинается пениться и бурлить. То есть, по мнению репортера джакузи, которая Навальному и не принадлежит, вполне соотносится с поющими фонтанами в Просковеевке. Да, возможно, соотносится. Но ровно настолько, чтобы сравнивать тракториста Аркадия Ивановича с миллиардером Аркадием Ротенбергом. Ну, оба же мужского пола. На этом схожесть начинается. На этом же и заканчивается. И мне бы даже стало интересно посмотреть в картофельные глаза овощей, которые верят этому плохо срежиссированному и еще хуже поданному сценарию. Искренне хочется верить, что таких нет. А растущие просмотры Киселева – это желание заглянуть в чушь, муть и компот головного мозга пропагандистов. Хотя нет. Вижу, боты вышли на работу. Ну что ж, вам слово, господа. Расскажите нам, почему съемное жилье Навального, ваше, сравнивают с квадратными метрами самого президента? Откуда столько чести обычному пациенту? Кстати, а вы знаете, что битва двух дворцов продолжилась и в интернет-пространстве? И пока хэштег Путин наш президент набрал 43 тысячи публикаций в инстаграм, хэштег Навальный в тиктоке собрал 2 миллиарда 300 миллионов просмотров. Вот тебе и неравный бой. Но вернемся к фильмам. Кстати, еще один факт. Журналистка, размахивая ершиком Навального, сама не такая уж и рядовая. Открытые медиа нашли у нее в собственности квартиру в центре Москвы за 50 миллионов рублей. И именно эта женщина обращала наше внимание на то, что два телевизора и свежие фрукты это верх зажиточности оппозиционера. Ну да, ну да. После всего показанного Навальный предатель родины. К бабке не ходи. А то, что в собственной стране мы, россияне, не имеем ни свободы слова, ни права на отстаивание личного мнения, в этом же тоже Навальный виноват. И что чиновники и же с ними скрыли свои доходы и собственность, это тоже Навальный? Хотя да, тут Навальный. Если бы не он, мы бы не узнали масштаб коррупции. А я вам еще добавлю, если бы не коррупция в России, то такой человек, как Навальный, даже бы и не появился. Занавес. А пока, друзья, продолжаем скидываться на очередные расследования федеральных каналов. Вам не кажется, что лапша нынче какая-то дорогая? И вновь без стука не входить. Роскомнадзор в тестовом режиме запустил мобильное приложение для подачи жалобы на запрещенную информацию в интернете. Скачать приложение можно на App Store и Google Play. Помимо оперативной подачи чилобитной, сервис позволит отследить этапы ее рассмотрения. Так что работодатели, держитесь, берете на работу стукача, готовьтесь к тому, что ваше компьютерное оборудование будет юзаться в личных целях. Нет, я, конечно, не умоляю достоинства сервиса. Жаловаться на детскую порнографию и призывы к суициду бесспорно надо. Но мы же с вами догадываемся, претензии какого типа будут сыпаться на обозначенный ресурс. Навальный, мы ходили на митинг, он бросал кирпичи, Навальный. Я напомню, с ноября 2012 года по каналу обратной связи было получено более 2 миллионов 700 тысяч сообщений об информации, нарушающей российское законодательство. Теперь, уверена, их будет в разы больше. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Не-не-не, была бы шея, а хомут найдется. Или была бы лошадь, а уж стоило найдем, как поставить. Ну, короче, думаю, вы поняли. А проход все уже, а петля все туже. Госдума в третьем заключительном чтении одобрила законопроект о штрафах за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Теперь, если ты в своей стране решил высказать свое личное мнение путем выхода на улицу и открытия рта без разрешения, ты будешь наказан по всей строгости закона. Повторное неповиновение сотрудникам полиции ФСБ, Росгвардии, ФСИН, Минобороны повлечет штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 200 часов. А если не повезет, то и арест на 30 суток. Должностных лица штрафуют до 40 тысяч рублей, юрлица до 200 тысяч. А теперь, внимание, вопрос. Кто инициатор этого чудесного закона? Вариант номер один – спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вариант номер два – сенатор Сергей Калашников. Вариант номер три – депутат Единоросс Дмитрий Вяткин. Ну и вариант номер четыре – зампредсовбеза Дмитрий Медведев. Можете взять помощь зала или сразу назвать вариант ответа. Да, вы правы. Отличился, как всегда, товарищ Вяткин. Я одного не могу понять, почему в стране, где достоянием является нефть и газ, прорыв в экономике происходит за счет штрафов и без того небогатого населения. А что дальше? 30 суток за написание фамилии президента с маленькой буквы? Друзья, а у нас на канале Ермак Медиа появилось новое видео. Ему несколько дней, но оно уже взбудоражило общественность. В центре внимания вновь и Екатеринбург. Там жительница уральской столицы несколько дней не могла предать земле тело умершей матери. Место, которое выбрала заказчица, оказалось занято другим неизвестным захоронением. В преступной схеме двойного дна разбирался мой коллега Николай Ермаков. Переходите по ссылке в описании. Гарантирую, такого откровенного разоблачения вы больше не увидите нигде. Ну и напоминаю, что второй выпуск итоговых новостей вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. Увидимся в эфире. Всех люблю. Пока-пока.